Привет, мои хорошие! Мы продолжаем играть. Это Стикман и его невероятные приключения. Ну что ж, наш пугливый парниша продолжает своё забавное похождение. Давайте посмотрим, где мы остановились и что у нас там было. Воу! Ух-тышка! Такс! А-а-а! Да-да-да-да-да! Была у нас эта локация. Давайте посмотрим. Тут у нас были дракошки, и тут у нас был ключ. Мы научились с вами его рисовать. Нарисуй ключ. Щас тебе такой ключ нарисую, мать его, от всех дверей. Вот это я понимаю, Эпик. Чё-то как-то он его попцом взял, да? Человек, который любит трахать камни. Это прекрасное чувство, конечно. Наверное, да? Такой, а-а-а! Чё там за конетелька-то у вас такая, ребят? Так, смотри. Получается, что синий дракон агрится с красным драконом. То есть наша задача как-то их стравить воедино, чтобы... Так, дружбан. Вау-вау-вау! Меня не трогай! Я вообще не при делах здесь. Иди агрись со своими друзьями. Какого хрена тебе надо? Так, давай сюда его. В так называемую конетелюшку. Вот, я здесь встал. Да что ж ты маневрируешь-то все время? Во, смотри. Они начали там потасовку, и теперь я могу нормально пройти. Это у нас ущелье Армакила. Вот это вот сардиноподобная какая-то крабовая хрень, которая так яро пытается до меня добраться, но не может в силу игры. Называется Армакила. Очень прикольная названница. А, смотри, они вылуплялись из вот таких вот... Что ты все трахаешь? Ты что, извращенец или у тебя сперматоксикоз? В башке играет. Вау! Тентакли говорят, что, брыняш, тебе сегодня сюда лучше не идти. О, боже, прилетел еще один синеподобный красавец. Тебе в Скайрим надо самое время туда отправляться. Там любят драконов. Я помню, драконобой, драконобой, лети ко мне, мой дорогой. А, я предлагаю встать в эту канетелюшку. Чуваки, не трахай дракона, только мать моя женщина. Вау, что-то мы, кажется, не вписываемся. В моих руках не хватает только мобильного телефона. Я, может, потом его дорисую, как открою еще парочку классных цветов. Так, теперь наша задача расправиться с этой грозной Армакилой. Вау, еще и красный тут хмыренок. Смотри, давай, иди сюда. Давай, давай, давай. Я тебе такое покажу. Там, короче, трэш такой, значит, твоих там бьют. Знаешь, как говорят, пацаны, наших бьют. И все. Это как во дворе потасовки. Так, я стану здесь. Вот, они там все активно начинают друг друга насиловать. Выяснять так отношения, типа, какой дракон круче? Вы можете написать в комментариях, голубые драконы лучше? Или все-таки красный дракон? Как какая-то якудза. Давайте посмотрим, что нам тут делать. Это явно можно как-то, наверное, зарушить, да? Потому что оно так ветхо выглядит. Эй, Армакила. Армакила, бич. Иди сюда. Давай, ком-то мимо, литл бич. Ну, давай, давай, давай. У меня как раз... Воу, 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 тихо. А, это ты просто мандражируешь. Иди сюда. Иди сюда, красопета моя. Иди сюда. Давай, давай. Воу. Воу, воу. Тихо, 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 тихо. Ох ты, смотри, она загорелась. Деревянная платформа. Ха, смотри, какая лалка. Убийца монстров. А, у нее еще лапка мандражирует. Видите, мышцы еще сокращаются после смерти. Ммм, что можно с тобой делать? Ты можешь трахать ее лицо? Ну, это добрая игра. Это детская игрушка. Зачем ты ведешь себя как гребаный извращенец? Я не знаю, такой персонаж, видимо. Ну что, пока у них там жесткая потасовка, я взял какого-то маленького робота китайского. Давайте посмотрим. А что с ним делать? Можно как-то управлять? Я не могу его взять. А, может им ключ надо? Слушай, может он заводной какой-нибудь? Сейчас проверим. Давай вот так. Да, смотри, робота мы завели. Знаете, у меня в детстве тоже были такие игрушки. Они заводились. И что мы сделали? Сейчас пойдем посмотрим. То есть текущая наша задача как-нибудь расправиться с тентаклями. Ух ты, а это что у нас? Подвигается? Смотри, такой вот валун, как бы, да? А, ну с валуном, видимо, взаимодействовать пока нельзя. Потому что на этой локации у меня только вот такой вот карандаш-ключ. Так, подожди, друг мой. Если я тебя сейчас туда заведу, то ты должен следовать прямо. Да, давай. Чпоник-чпоник, поехал. Давай, мой друг. О. Еще надо. Видишь? Давай, 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 давай. Вот так вот. Моя прелесть. Так, они их захавали благополучно. О, мы открыли с вами зеленый цвет. Самое приятное для людей, для глаза. Зеленый цвет люди воспринимают лучше всего, на самом-то деле. У нас тут есть... Вау! Вау, 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 вау. Зачем тебя вообще туда поперло? Смотри, тут есть какая-то пещера. Ты разблокировал вулканическая долина. То есть я могу продолжить в вулканической долине. Окей. Но мне кажется, что там можно было вернуться и найти мозаику. Но давайте, ладно, пойдем дальше. Не так-то, в принципе, страшно. То есть в каждой локации можно найти мозаику, какой-нибудь сюрприз и можно найти цвет у колора. Как интересно, да? Так, тут у нас теперь доступны ключи. Я могу сейчас его нарисовать. Давай сделаем. Господи, идеальный ключ. Просто богема среди ключей. Не, эта игра, она умная все-таки. Она понимает, что если ты, броняшка, хрень рисуешь, это не значит, что я сделаю тебе вулкан. А вот это уже похоже на ключ. Так, ну что, ребята, пошли смотреть. Где у нас... Вау, вау, вау. Нифига себе, ты чего? Ты чего такой злой? Тебе что, вагина в песке или песок в вагине? Мы это дело потушим. Я не знаю, это похоже на какую-то вулканическую... Фига, ну что мы... Вау! Вау, 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 ребят. Слушай, давай потушим его. А то он слишком дерзкий. Хрена себе. Но на него это вроде особо... Вау, 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 тихо, 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 тихо. Фига. То есть он агрился, агрился и потом просто взял... Тихо, дружбан. Ты чего, будь проще. Сейчас мы тебя тучей напугаем. Он думает, за что мне это все? А, смотри, какая классная штука сейчас будет. Мы их агрим. Он падает, и я могу пройти здесь. Идеально. Вау. Вау, 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 вау. Теперь надо попробовать тучу. Большая туча должна спасти нас от этой жести. Давай. Ой, там золото. Золотишко вижу я. Вау, 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 вау. То есть броняша увидел золото, как и имбецил последний туда направился. Его просто нафиг убили. Хорошо, давай заново. Заново так заново. А, в принципе, идея ясна. Что, как делать? С этим вот так. Вау, 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 какая опасная. Давай сюда вот так. Отлично. Тихо, тихо. Куда ж ты так это самое не мерзься? Что у тебя сшило в заднице или что? Делаем тучу. Я тучка, тучка, тучка. Я вовсе не медведь. Давай вот так вот тут встанем. И попробуем сделать вот такую тучу. Отлично. Блин. Эти ребята явно спокойствия не дадут. Ну что ж, давайте попробуем еще раз. То есть надо на эти вулканические лица у нас использовать вот такие вот тучки, чтобы они действовали вот таким вот образом. Так, сейчас надо обычная тучка. Надо еще одну нарисовать. Давай, пока они не оклемались. Готово. Ой, ой, оклемался. Ты смотри, какой дерзкий, а. Какой же ты дерзкий, мать моя женщина. Так, ладно. Давай вот так вот. Грозовая туча. Отлично. Пошла жара. Обычная тучка, чтобы это все дело потушить. Пошли, 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 пошли. Подожди, так я деньжа-то могу забрать? А, так деньги можно и не забирать, получается, да? То есть сути в этом никакой особо нет. Ладушки? Что там у нас еще? Какой-то хрен нарисовался. Мордастый. Иди сюда. Так, дружбан, с тобой придется действовать вот таким вот кардинальным методом. Тучка такая, чтобы тебя вырубить нафиг. Потушить. Твой пуганчик. И вот такая вот туча. Отлично. То есть теперь я смогу пройти вот здесь. Давай, 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 стикман, давай. Вау. Тихо, 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 друг. Ты, по-моему, не туда упал немножко. Не в ту сторону, так сказать. Тихо. Тихо. Тут надо как-то грамотно, потому что валун может реально нас завалить. Это будет нифига не круто. Тихо. Может, его как-то надо сагрить, чтобы он в другую сторону упал? Надо, чтобы с той стороны оно как-то упало. Это было бы очень, кстати, в тему. А знаешь, что мы сделаем? Давай его грозой попробуем. Может, его это как-то... О, 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 о. Давай, давай, падай, падай. Падай, падай, падай. Вот в эту сторону. Отлично. Сейчас этого тоже сагрим. И можно будет вот так пройти. А, на него тоже тучку надо. Сейчас мы ему ту же тучу забацаем. Отлично. Это сбивает его с пути, и он должен падать именно вот сюда. Давай. Отлично. Готово. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, ша. Крыша едет явно не спеша. Так, а там у нас какой-то, смотрите, интересный момент есть. О, тихо, тихо, подожди, подожди. Так, стикман, ты это самое не спеши. Стикермен. А сейчас мы это все затушим. Всю эту жесть. И пойдем глянем, что там у нас. О, о. Ух ты, а что это такое у нас? А, здесь надо ударить молнией, да? Тогда я сейчас потушу. Вот здесь, чтобы, мало ли, вдруг разряд и нас убьет. Не хотелось бы, конечно, этого. Так, тучка неправильная. Но вот тут вот. Готово. Ну что ж, давайте проверим. Я вот здесь тану аккуратно. И сейчас попробуем нарисовать вот такую вот фиговинку. Эй, это же обычная туча. Ничего особого не произошло. Да вот так вот пожестче. Во, отлично. А теперь надо ключ сделать. Давай сделаем ключ. Там как раз намек на то, что вот такая вот фишка должна сработать. Поднимай его. Пошли. Так, и что у нас сейчас будет? Я надеюсь, он не взорвется. Смотри, может быть, это намек на то, что надо полить его водой? Нет, трахать этот камень точно мы сегодня не будем. А, давай попробуем полить его водой. Маленькой тучкой? Нет. Либо надо то же самое проделать и с двумя другими. Окей, не вопрос. Уну моменту. Сейчас все сделаем. Тихо-тихо-тихо. Тихо, мой друг. Вот так вот. Мне очень, конечно, неудобно за такого ракурса. Но, тем не менее. Поехали открывать. Открытие камней с брейном. Хит смотрит всем, да. Так, чутненько. Охотник за сокровищами. Давай глянем, что же у нас тут было. Стой, пожалуйста, здесь. Сейчас мы тебя ключ наколдуем. Хопч-хопч. Готово. Мастерский ключ. Нихрена себе. Таким ключом можно открывать любые двери. Любые сундуки. О, забирай. Забирай пазл. Отлично. Все, ребята, погнали дальше. Будем искать какие-то еще новые интересности. Ух ты, шлем какой-то. Что нам делать со шлемом? А, нарисован вроде как ключ или что-то такое. А, тучкой надо, да? Давай попробуем. Самая идиотская затея поливать шлем. Ну, вроде как сработало. Смотри, тут есть такие вот листочки. Вполне себе вероятно, что я могу вот так вот их полить. Может... Не, не работает, да? И шлем не забирается. Ладно. А, подожди. А он же металлический. Может, по нему надо... Молни ударить? Не работает. Ну, я, по крайней мере, проверил. Я, по крайней мере, это проверил. Вау, 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 друг мой. Тихо. Тихо, Ша. Ты что такой агрессивный? Быстрее, быстрее. Быстрее. Слава богу. Тут, оказывается, нам было реально на время. Грот ноги тролля мы с вами разблокировали. Мы нашли что? Давайте смотреть. Мы нашли здесь пазл, но не нашли цвет. Ну, довольно неплохо. Сейчас мы, друзья, с вами отправляемся в грот. Или в ногу. Или в ногу грот. В общем, к троллю одним словом. Поехали. Посмотрим, что там у нас. Как использовать карандаш-топор? Нарисую топор. Прикоснись к топору, чтобы его поднять. Его прикоснись к дереву. А, его прислони к дереву, чтобы срубить то самое дерево. Перевод, конечно, немножко кустарен, но я думаю, что сути так поняли. Поехали, друзья. Так, топор, да? И достал, мужик, топор. Похоже на топор? По-моему, идеально. Мастер карандаша! Так, топор мы взяли. Слушайте, вот таким должен быть Донстерф, да? Или Донстерф, как он там называется? Фух, давай, руби. И кочегары, мы не плотники. На-на-на-на-на-на. Рубанули. И зачем нам это? Спрашивается. А, вот это дерево можно рубануть? Оно страшное, большое. Давай, это такой у нас а-ля Форест уже пошел. А, мы как бы сломали топор. Топор у нас, как видишь, не бесконечен. Давай вот так вот сделаем. Вот такой вот моднявый. Топоридзе. Я в следующий раз попробую нарисовать такой, знаете, двемерский топор Центуриона из Кайрима. Ух ты, там у нас какие мелкие засранцы. Эй! Воу, воу, воу. Че это было? Лотофак вообще? Это было ошибкой. Я понял, друг мой, что это было ошибкой. Надо было этих засранцев мелких нафиг сжигать. Нарисуем тебе флаг. Будет твоим топором. Будешь как аутист флажочком отбиваться. Ух, нифига себе. Вы смотрите, какие тут у нас эти отпечатки ног. Следы так называемые, да? Охренеть можно. Здесь мы что-то нашли, какая-то бумага. Мы нашли кусок страницы, по-моему. Тут лодка. То есть, получается, что я смогу приплыть куда-то. Так, замок я открыть не смогу. Печалька. А может, я могу сжечь это нафиг? Слушай, почему бы и нет? Было бы довольно неплохо. Эх. Жизнь боль, друзья, если дверь не горит. Горит дармо. Да ладно. Серьезно? Че, не прикалываешься? Привет, зайчунька. Хе-хе-хе. Хуяк. И все, зайчуни нет. Он зашкелился. Он увидел нас и понял, что связываться лучше с кем-то другим, чем с Брейном. Мало того, что персонаж упоротый, так еще и сам Брейняш сегодня в ударе. Такс. Че-то мы сломали себе чудо-юдо. Давай я нарисую какой-то громенный вот такой вот топоридзе. Какой с Сайленхиловского этого чувака. Ого. Хрена себе. Так. Тут мы не пройдем. Дожди, почему не пройдем? Сейчас мы это дерево зарубим, оно... Хопа. Хоп. Он его взял, получается, ртом шел... А-а-а-а. Уля. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Бегом, бегом, бегом. Бегом, мать твою. Ва-а-а. Огонь. Огонь, 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 огонь. Огонь. Чувак. Ты чего офигел, что ли? Огонь. Огонь быстрее. Так. Огонь на него действует хорошо, смотри. Быстрее. Быстро, быстро, быстро. Быстро, мать твою. Вау-вау. Вау-вау. Так, быстро. Фух. Вроде убрались. Это была не самая приятная встреча... Подожди. Спалим себе проход назад. Так. Он не сможет пробраться до нас. Ну что, троллина? Квак-квак-квак. Кто тебя затрулил теперь, а? Шмакодевка мелкая. Так, надо себе нарисовать какой-то классный топор. Вот такого типа. Такой вот хопачи-хопачи-хопачи. Вот так вот. Класс. Я не знаю, на что это похоже. Топор ли это? Что, блюдок? Ты до меня уже не доберешься. Все? Либо мы до него уже не доберемся. Ух ты. Воздушный шар. На большом воздушном шаре укатили мы от роля. Вот так вот получается. Друзья, мы с вами очень быстро прошли эту локацию. Высший пилотаж. Стик-искатель приключений нам дали. Отчего? Каждый раз дается. Локация, в принципе, могла продолжиться далее. Мы здесь ничего не нашли, но просто ознакомились с ней. Давай глянем, чего у нас тут-то. Фу, а тут у нас имеется и топорик, у нас имеется и ключик, и также имеется тучка. Вот наш воздушный шарик, наши любимые пчелы, бабочки. Бабочки, шмурдавочки. Так, давай я тебе нарисую вот такую топор в виде буквы ХУ. Как вы думаете, сработает такой топор? Я взял ХУ. Ребят, никому ХУ не надо. Вы что, ухуели что ли, ёпта? Ухуели или не ели вы уху сегодня? Так, это дело мы разбили. Ой, топор ломается, это видно. И что дальше? И ничего, по сути. Наша ХУ немножко повредилась. А, давай глянем-ка, что у нас с той стороны. Там у нас пчела. Вау, 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 родные. То есть я, получается, провалился под землю и остались только мои ХУ. Ладно, давай заново. А в этих ящиках вроде как ничего нет, я так понимаю, да? То есть можно и не рубить. Давай берем топор. А, значит, эту сучечку мы сейчас прогоним. Вот это делается все просто. Грозовой тучей. Не, ты должна была как бы уйти отсюда нафиг. А, цветочек, точно. Ты же у нас цветы любишь. Подожди, родная моя. Подожди, сейчас броняш тебе сделает. О, иди сюда, лети давай. Давай, лети. Быстро я сказал. Лети давай. Ой, ой, там другая летит какая-то. Так, она прилетела опылять. А та красавица нас не трогает. Хорошо, но тут нет цветов. В общем, проблема. Уходим отсюда, уходим. Уходим как можно быстрее. Ладно. О, что-то их тут многовато. Ладно. Делаем вот так. Отлично. Чтобы пройти далее, нам придется где-то охлобутить еще две пчелы. Как мы это сделаем, сейчас будем думать. А, три пчелы, четыре. Господи Иисусе. Что-то вас очень много. Что-то вас реально очень много. Какая-то, знаете, какой-то пчелиный рай самый настоящий. А я могу туда пройти, и там вроде... Ты серьезно? Ты серьезно думал сломать таким образом? Нет, друг мой. Тут все эпично. Давай сделаем какой-то злостный ключ вот такой. Хопа. Да. Хотел нарисовать мордашку, но не очень получилось-то. Открывай. И забирай, пожалуйста, мой топор. Фу, смотри, там маленькие какие-то цыплята. Если я это взорву, будет очень-очень-очень плохо. Так, не хотелось бы, конечно, понести лишних жертв. Понимаешь, в чем дело? Поэтому давай сюда глянем, что у нас здесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Уйди. Уйди нафиг. Вон, там есть цветок у нас. Чего тебе не имется? То камни трахаешь, то деревья рубишь. Что с тобой не так? Так, готово. Какая-то из пчел должна сейчас полететь и начать опылять это дело. Ой, родная моя, по-моему, не та летит, которая надо. Готово. Так, теперь мне нужен еще один ключ. Чпок, и готово. Эй, ключик! Да, может сказать, что это был ключ. А, ты смотри, там растет что-то, там цветочек у нас. Давай попробуем. Хопа и хопа. Значит, на близ лежащих пчел это не действует. Летят самые дальние, которые находились у нас возле той двери. Закрытых, а? Давай вот так вот. Чтоб пчела на нас не агрессировала по пустякам, мы сделаем вот тут маленькую тучку и польем этот цветок. Замечательно. Слушай, прекрасная тема. Но мне надо как-то там пробежаться. А, туда не надо, все нормально. Уходим, уходим. Тактически дислоцируемся, я бы даже сказал. Сваливаем отсюда нафиг. Готово. И сколько тебе пчел осталось на входе? Ой, красавица, ты у нас опыляешь, мы тебя не трогаем. И это дело можно открыть. Так, хорошо. Это дело мы открыли. Здесь ящики разные, давай. Так, как у нас топор? Вот так, да? Как-то, ну как-то так. Я думаю, по-моему, неплохо. Здесь что-то есть. А, я промолчу просто. Что он сейчас... Я просто промолчу. Давай вот так вот. Отлично. По-моему, ничего полезного. Сколько мы их не... О, динамит. Ты смотри. С помощью этого динамита сейчас мы как бомбанем с вами. А чем мы бомбанем? А, сейчас мы... Я знаю, как мы бомбанем с вами. Смотри. Это будет красиво. Это будет очень красиво, если я правильно понимаю. Оу. А, нет. Нет. Ну как-то так. Но не так это должно было быть. О, не попадай в огонь. Ладно. Тут у нас случился небольшой фейл. Но теперь мы точно знаем, как это делать. А давай-ка сейчас забацаем себе топорик. Так, смотри. Эти пчелы, в принципе, они агрессивны, пока до них не подойдешь. В жизни примерно так же. Если пчела чувствует опасность, она будет до последнего бороться за свою жизнь и зажить своего, естественно, улея, да? Так. Мне что? Нет, 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 нет. Мне не ключ надо. Мне надо не ключ. Мне надо топор. Вот такой вот. Потом вот такой вот. И вот какой-то вот такой моднявый. Давай. Господи, ты пугаешь меня, Стикмен. Ты меня просто пугаешь. Давай вот так вот. А теперь надо отойти просто подальше, чтобы нас реально огнем не задело. Отличненько. Куда-то вот сюда я бы даже отошел. И там уже можно делать тучу. Не обязательно большую, можно и маленькую. Главное, чтобы она жахнула. Вот так вот. Смотри, как получилось. Вроде нормально. Теперь я могу пробраться. Тут у нас вот такая вот штука есть. А это можно тоже разбить. Давай попробуем. Уйти в следующую локацию я в любой момент смогу. Но хотелось бы, конечно... Смотри, как можно сделать. Если я этот динамит сейчас взрываю, колонна, скорее всего, падает. Есть такое предположение. Сейчас попробуем. Надо отойти просто. Я уже боюсь всего этого. Си этой чертовщины. Так, маленькая туча. Да, что там взорвалось? Нет, колонна не упала. Твою мать. Я так понадеялся уже. А таким образом мы могли бы легко туда пройти. Пошли попробуем забрать... Вау, 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 тихо, 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 тихо. Кусочек этот. Мне нужен ключ. Хопа, хопа, хопа. И выросла большая жопа. Что ты от ключа возьмешь, друг мой? Че, не берется? Не нравится тебе, да? Давай новый сделаем. Идеально. С этим ключом перед тобой открываются все двери. Ну забирай же. Ничего проблема. А, вот как. Такс. Дверки-то мы отворили с вами. А теперь давай смотреть, как и что мы можем сделать. А, значит, если я это бомбанул... Я даже не знаю, что нам такое бомбануть здесь. Давай попробуем вот это. Потому что интересно, что будет. А-а-а! Херово будет! Херово! Зачем ты это сделаешь? В следующий раз будьте осторожней. А, получается, я понял. В принципе, сейчас попробую еще раз. Фух, это просто какой-то вынос мозга. Я попробую сейчас вот с этой области. Надеюсь, что меня не убьет. Я нарисую маленькую тучку, которая жахнет фиг знает где. Что, работает, не? Так, я не знаю, не получилось вроде. Надо еще немножко отойти. Мне кажется, что здесь может быть стрёмно. Вау, 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 вау. Все, сработало, да? А, наши цыплятки живы. Вроде все хорошо. Тут есть золото. Как нам его забрать? Я так понимаю, что золотишко, видимо, никак не забрать. А, надо придумать, как нам отвлечь пчел. Привет, красавица! Вау, 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 негрис, пожалуйста. А, что мы можем сделать с утятами? Я могу их полить. Я не знаю, хорошая это затея, нехорошая. Давайте польем утят. Серьезно. А, то есть они увидели, что там дождик и убе... И убежали. То есть они как это, слевитировали, что ли? Цыплят, которые левитируют. Забавно. Забавно. А, так. Смотри, с пчелой можно придумать интересный фарс. Давай ее отсюда согрем. Так, пчела агрессирует, и я пробираю сюда. Спрашивается, зачем мне это делать? Тут вроде ничего нет. Странно. А, в некоторых таких кустах могут содержаться вот эти колоры, которые мы с вами собирали. Колоры, это такая у нас тема, кто не знает, позволяет нам потом открывать новые цвета. Так, цыплята убежали. Вопрос, куда... А, подожди, я же не забрал. Красопета, с тобой тоже отдельный разговор. Вот так вот. Забирай, забирай! Господи. Дануло всех в попку я, короче говоря, сваливаю отсюда. Это злачное место. Надо реально отсюда убираться. Так, все, вроде нормально. Ждем. Теперь можно уходить. У, уходи! Вот, теперь я ухожу. Я ушел. Крепость Зарпа. Окей, давай посмотрим, что там за крепость Зарпа у нас. Вот, мы нашли страницу, смотри, ух ты, это именно тот Стикинштейн, по-моему, да? По крайней мере, он так выглядит, как Стикинштейн. Давай глянем, что мы нашли. А мне стало любопытно. Вскоре я понял, что все, что я рисую, оно оживает. Я рисовал для себя богатство и славу, но их всегда не хватало. Другим не так повезло. И они хотели, чтобы я поделился с ними тем, что по праву принадлежит мне. Я нарисовал монстров, чтобы напугать их и показать им всем, кто тут главный. У меня было все. Но я хотел еще. Нам было мало. Прошли годы, мой замок вырос, но моя магия слабла. Последняя часть моего карандаша почти кончилась. При помощи моих сатанистских рисунков я вскоре обрел силу управлять книгой, в которой я жил. Класс, будем открывать такую историю, читать попутно. Ну что, друзья, здесь я с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрели. Это был Стикман. Если понравилось, не забывайте ставить пальцы вверх и подписываться на канал. Знаете, друзья, вы самые лучшие. Пока-пока.